Радио Гостиная. Изысканное общество в уютной студии. Конечно, изысканное и, конечно, в уютной. 16 часов в Москве, 17 мая сегодня. Ирина Латышинская за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Ковардак на работе, ковардак в семье, раздрайв в душе, чушь по телевизору. Непонятно, как из всего этого вырваться. Многим из наших слушателей это знакомо. Знакомо это, я думаю, и наши сегодняшние гости. Психологу, специалисту по экстремальным ситуациям Ирине Григорьеве. Ирина, здрасте. Добрый день. Ирина, знакомо вот это состояние забега, из которого пытаешься выбраться, но никак. И даже ночью снится, что что-то где-то не сделал, что-то где-то не успел, с кем-то поговорил, с кем-то поговорил не так. И ребенок двойку получил, и вообще непонятно, как дальше будет. Ну, конечно, у каждого, наверное, человека такое состояние бывает, и я не исключение. Но, тем не менее, я просто умею с этим справляться. А психологи пошли для того, чтобы научиться с этим справляться? Или в себе разобраться? Чтобы помочь людям, во-первых. А во-вторых, да, тут есть, конечно, доля того, чтобы разобраться в себе. Изначально, когда пошла на первую психологическое образование, конечно, у меня был интерес равный, как разобраться в себе, так и пойти на какую-то такую работу, которая будет действительно полезна людям. И я не хотела идти именно в медицину, и тогда я поняла, в чем мое призвание, собственно. Иногда говорят, что психолог – это на самом деле психиатр-недоучка. Психиатр умеет пользоваться лекарственными средствами, имеет право их прописывать. Психолог только говорит. Согласитесь, поспорите? Поспорю. Давайте. Психологи не назначают лекарств, но от них на самом деле гораздо больше порой пользы. Почему? Потому что если вовремя обратиться к психологу, то не придется обращаться к психиатру. И если бы люди не боялись психологов, психиатры, может быть, и не понадобились бы. За последнее время этот страх перед психологами снижается как-то, и, напротив, повышается принятие профессии психолога в обществе, так как вы это видите? Да, конечно, люди гораздо более с доверием, гораздо более охотно обращаются к специалистам. Тут, скорее, есть другая крайность, потому что много именно самоучек-недоучек, и вот они опасны для общества в этом плане, потому что любой психолог, он имеет дело с внутренним миром человека, и если психолог непрофессиональный, то он может там сильно напортачить. Вот. Поэтому важно, чтобы психолог был профессиональный, изначально обученный, практикующий, с опытом работы и с классическим психологическим образованием. А я-то откуда знаю, какой он психолог? Вот я иду к человеку, он мне вроде бы нравится, прочитал про него, ведет прием, берет деньги за этот прием, все вроде нормально. Как мне, обычному обывателю, если хотите, отличить самоучку от недоучки от настоящего психолога, к которому я действительно могу пойти? Ну, про настоящего психолога, конечно, тут сертификаты не всегда... Да, вот в том, что я делаю. Да, как бы, да, потому что сертификаты можно откуда угодно достать, да, в наше время, но... Это старая песня Пугачева, есть у меня диплом, только вот дело в том, что всемогущий маг лишь на бумаге я. Вот она ведь актуальна до сих пор. И что? Да, такое бывает довольно часто, но, опять же, есть определенные психологические школы, и они общепризнанные, и тут важно понимать, к какому специалисту вы обращаетесь, что за психологическая школа, психотерапевтическая практика, вероятно, да, какого направления там, будь то гештальт, будь то релифтерапия, будь то арт-терапия и так далее. То есть их много, но их ограниченное все-таки количество. Бывает симбиоз, да, когда несколько направлений смешиваются в одном, но это тоже, это нормально. Но когда речь идет о том, что это не подходит ни под одно направление, стоит задуматься, что он вообще делает, да, вот. Поинтересуйтесь, если ваша специалиста, как он работает, какими методами, откуда, собственно, эти методы, это, во-первых. А, во-вторых, тут момент такой, если это психолог, то он никогда не полезет в астрологию и прочую вот такую вот лвудень, простите. Да можно, можно, это не в списке запрещенных слов, поэтому, да. Потому что все-таки психолог – это профессионал, он основывает свои знания на научных знаниях и на практических знаниях, именно знаниях, а не каких-то оккультных вещах. И это должно, собственно, и большее доверие от людей, соответственно, в этом плане. И в то же время можно определить, психолог ли перед вами. Вот. Потому что бывает, что, думаю, да, это, наверное, вот психолог, значит, он все сразу про тебя знает. Не знает, он не телепат. Да, как бы очень часто думают, что психолог – это ясновидящий, путают с астрологами. И если психолог совмещает с собой вот какие-то вот такие вещи с своей психологической трактикой, значит, он, скорее всего, все-таки не психолог, а прикрывается этим понятием. Нет, ну вы знаете, это такой киношный образ, такой мягкий, вкрадчивый голос, вот постоянно вот такая беседа. Расскажите, пожалуйста, мне про ваши детские страхи, кто когда-то вас напугал. Вот такая картинка психологов – это совсем карикатура? Ну, это карикатура, конечно, тем более то, что бывает по телевизору, их не всегда консультируют изначально психологи, да, в том плане, когда актер кого-то играет, он все-таки идет консультироваться к человеку той профессии, какую он будет играть. Ну, конечно. Но психологов мы же все представляем себе, понимаете? Ну да, и вот они думают, что они такие умные, они будут сейчас это, они знают все, они знают, какой психолог, и бывает, они не будут консультироваться и не спросят, как, что, не войдут в образ до конца, и получается просто вот непонятно, что получается. Хотя, конечно, доли истины относительно такого вкрадчивого голоса и в плане того, что все лежит в детстве, да, это так. Но тут, опять же, телевидение, она такая штука, она бывает доводит до крайности. Ну, тогда давайте, прежде чем будем говорить о стрессах и об экстремальных ситуациях, давайте разберемся, с кем имеем дело. Ирина Григорьева, ваша научная школа, ваше научное направление, чем занимаетесь? Ну вот просто по тем критериям, которые сами буквально 2-3 минуты назад вы нам тут построили. Собственно, я утвержденец, в первую очередь, релифтерапии. А теперь объясните. Да, это относится к глубинной психологии. Я, наверное, сначала расскажу, потом буду пояснять. Собственно, у меня, я специалист в разных областях психологии. Это в том числе в психотерапии, вот это как раз арт-терапия и релифтерапия. И, собственно говоря, в области как педагог-психолог, так и экстремальный психолог, коррекционный психолог в том числе. Почему так получилось? Потому что изначально несколько образований, и я все свои знания стараюсь везде применять, соответственно, развиваться. И экстремальная психология, это, наверное, мое любимое направление, пожалуй, как и психотерапия. Вы говорили о том, что в психологии недопустима астрология и прочее шарлатанство. Ну, слово шарлатанство я здесь уже добавил. Вы человек верующий, насколько я знаю. Насколько вера с вашей точки зрения может стать фундаментом или составляющим для психологии? Есть ли также граница, когда вы скажете, нет, вот здесь вот профессиональный вопрос. Я не могу просто человеку сказать, знаешь, что вот иди молись. Да, это очень хороший вопрос, потому что, ну, конечно, вера может быть фундаментом. Ну, в принципе, вера как фундамент жизни нормального существования. Но тут, понимаете, тут в чем дело? Тут надо быть аккуратным человеком, потому что, опять же, не вдаваться в крайности. Я вот, например, еще сейчас практикую как приходской консультант, вот. И, то есть, в мою миссию входит как бы то, чтобы оказывать психологическую помощь, ну, и какие-то приходские новости что-то рассказывать, в том числе информационная и психологическая поддержка. Вот. И вот в этом плане, конечно, часто бывает такое, что нужна именно помощь, например, психолога. И ты понимаешь, что тут нужна психологическая помощь, а тут, ну, тебе батюшка поможет. Бывает, что батюшка хорошо, если батюшка понимает, кто такие психологи. И тогда он направит, как бы, ну, потому что есть вопросы, которые, вопросы исповеди, да, и как бы человек, и человек идет к священнику, ему все рассказывают, и все вроде хорошо, но он, то есть, он идет, он осознал свой грех, окей. А дальше-то что с ним делать, с этим грехом? Он его осознал, это его первый шаг. А это же уже привычка. А привычку как ты исправишь? Тебе поможет психолог. То есть, вот в этом плане, если работать в связке, оно будет действительно более действенно, то есть, помочь измениться, да, это как раз то, что надо, вот. Ирина, вы начали со священника, а может ли быть наоборот? К вам приходит человек, он жалуется на то, что вот ему что-то не нравится, вы понимаете, какого результата хотелось бы достичь, но в какой-то момент говорите, ты знаешь, дорогой, ну не ты, наверное, вы, да, вот то, что в вашей жизни, вот какая-то такая ситуация в вашей жизни, ваша привычка, ваши поступки, вот это грех. Знаешь, исповедоваться надо. Я как психолог мало что смогу сделать, пока не будет исповеди. Если это бывает, то я подозреваю, что это противоречит, скажем так, профессиональным стандартам психологического сообщества, но верующий-то человек, я думаю, так или иначе с этой ситуацией столкнется, как решаете? Или не бывает такого, вы просто говорите, ну ладно, там Бог с тобой сам разберется, а мы будем в психологии копаться? Дело в том, что надо, конечно, понимать, где мера твоей компетенции, где не твоя компетенция. И не каждому клиенту ты можешь сказать нечто подобное. Да и вообще ты не говоришь такое клиентам. Если ты заранее знаешь, и ты давно работаешь с этим человеком, ты понимаешь, это человек верующий, ему можно что-то говорить об этом, но твоя миссия не в том, чтобы понять его отношение с Богом, там, с церковью, с духовником, это другая часть. Если ты поможешь ему разобраться в себе, если у него в голове будет всё по полочкам, если ты поможешь ему что-то в жизни поменять, понять, он сам, собственно, придёт туда. Вот. А если он начинает спрашивать какие-то вопросы, которые, ну, не касаются к области психологии, но касаются к области, скорее, религии, веры, то тогда, да, можешь направить, сказать, ну, вот это вот не в моей компетенции. Я могу там сказать по словарю тебе что-то, вам, а вот об этом там, о конкретных особенностях конкретной церкви, сходите туда и спросите там из первых уст. То есть в этом плане, да. Ирина Григорьева с нами сегодня в студии, верующий человек, практикующий психолог. Я думаю, вы, друзья, уже, ну, хоть немного с ней познакомились. Буквально через минуту мы начнём говорить о заявленной сегодня теме. Мы будем говорить о стрессе, мы будем говорить об экстремальных ситуациях. Мы попытаемся разобраться то же это одно и то же это, или разные вещи, что с этим делать, как с этим быть. Я думаю, что этого человека, нашу сегодняшнюю гостью, можно спросить, можно задать ей какие-то вопросы, поэтому 8 800 333 17 06 наш телефон, звоните, teos.fm, пишите через сайт Radio Teos, наше онлайн-приложение, плюс 7 977 850 09 96 Viber WhatsApp, звоните, пишите. А у нас к вам тоже есть вопрос, друзья, вопрос звучит так. А как вы выбираетесь вот из этого постоянного, зачастую, непрекращающегося забега, если вообще выбираетесь? Вот этот большой забег, который по жизни нас порой несёт, что вы с этим делаете? Если в принципе делаете, пишите, звоните, заходите в нашу радиогостиную, хотим услышать вас здесь, в нашей уютной гостиной. Радиогостинная. Говорим о главном и не только. Говорим сегодня о стрессе и об экстремальных ситуациях с Ириной Григорьевой, практикующим психологом. Ирина, давайте в терминах разберёмся. Да. А, собственно говоря, стресс – это нормальная реакция организма на ненормальные обстоятельства, в принципе. Так, подождите. Ещё раз. Нормальная реакция на… Ненормальные обстоятельства. Значит, подождите. Если у меня начальник постоянно хочет, чтобы я сегодня сделал то, что, в принципе, надо вчера, но он мне скажет об этом только завтра. И вот у меня, в принципе, такой начальник. Ну что, ненормальные… То есть получается, что я постоянно живу в ненормальной ситуации, что ли? Вот бывает и такое? Ну, я думаю, что по первости оно для вас будет именно как… восприниматься как ненормальная ситуация, а потом вы будете адаптироваться к этой ситуации, вы поймёте, что с этим делать, да, конкретно, как приспособиться к конкретному начальнику. И, на меславе, ненормальная ситуация может со временем стать нормальной для тебя. То есть ты приспосабливаешься, и вот оно входит в какое-то русло. Да. Хорошо. Значит, стресс – это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Почему же тогда разные люди реагируют на одну и ту же ситуацию по-разному? Кого-то это, извините, выводит из себя. Кого-то это совершенно не выводит из себя. Причём одна и та же ситуация, но разные люди. Именно потому, что это разные люди, а в мире у нас очень всё субъективно. Разные люди имеют разные ценности, по-разному, что называется, скроены, и поэтому для каждого определённое будет понимание своё нормальной ситуации и ненормальной ситуации. Человек, который, что называется, всё время забитый, он привык к негативу, ну, например, со стороны окружающих, когда всё время сплошной негатив, он к этому привык, он знает, как с этим жить. И когда к нему хорошо вдруг кто-то начинает относиться, то это для него ненормальные обстоятельства, и он, может быть, как-то вот будет реагировать иначе. Он будет в ауте, что называется, человеческим языком. Я сейчас нарисую такую картинку. Ну, допустим, семья, растёт человека. В семье в этой нормальным считается разговор на повышенных тонах. Да, вот они не кричат, они просто разговаривают. А вот он знакомится с девушкой, у девушки семья интеллигентная, и там разговор на повышенных тонах считается, в принципе, ненормальным. Они начинают свою семью. Вот что, поначалу обоих стресс будет? Или она уже смеётся сидит? Ну, да, я думаю, что, конечно, им будет очень, знаете, поначалу непросто, но если их семьи им не будут мешать, они друг к другу приспособятся. А к тому же, если у них такие абсолютно разные семьи, то, скорее всего, они не сразу, не так, чтобы быстро соединяться в одну семью. То есть в таких ситуациях всё-таки, чтобы таких ситуаций не возникало, надо присмотреться. Ведь всё равно перед свадьбой люди знакомятся с семьями друг друга, да, и поэтому... То есть они будут, частично будут морально к этому готовы. Как они найдут общий язык между собой, вот эти жених и невеста конкретно. То есть, значит, они, раз они друг друга полюбили, значит, они уже как-то вот более-менее приспособились, они уже понимают, да, как бы особенности друг друга. Вот. И, значит, какой-то общий мотив они всё-таки выработают, общее решение. Ну, это в идеале, потому что на практике часто бывает, знаете, такое ощущение, я тебя переделаю. Я, конечно, вижу твою мамашу, я вижу, что ты иногда тоже бываешь в мамашу, но вот мы начнём жить, и я тебя переделаю. И они начинают взаимно друг друга переделывать, и этот стресс ещё более умножается. Да, такое бывает довольно часто. Но тут надо быть, вот опять же, внимательным человеком. И если ты понимаешь, что вот, ну, вообще, чтобы понять, твой ли это человек, насколько, да, вот эта вот половина, та самая половина, хотя в психологии больше, скорее, целостная личность, правильно, да, то есть это вот как бы... Это идея с половиной, они такие бегают половинки, это, по-моему, что-то из романтических фильмов. Да, то есть это, ну, даже скорее не половина, если это твой человек, вот, да, потому что смотри, насколько ты сможешь, собственно, выдержать, да, вот там конкретные недостатки, да, вот конкретные, ты видишь, вот конкретные места, да, которые, с которыми тебе сложно с этим человеком. Ты сможешь, вот представь, вот всю жизнь человек будет это делать, не знаю. Да не будет, он изменится. Ну, вот представь, вот он всё время будет разбрасывать носки за телевизор, вот всё время он это будет делать. Ты сможешь это вытерпеть или не сможешь? Я всё смогу, я такая влюблённая. Вот, а дальше, вот он начинает эти носки разбрасывать, она если, она это, она его не переделает. Если это у него всегда и в семье, если у него там отец и дед тоже забрасывали за телевизор, это было нормально, то он не переделывается. То есть надо понимать, что чтобы был, чтобы была реально полноценная ячейка общества, семья от семья, это должны быть две цельных личности. То есть не надо переделывать человека, надо принять его таким, как есть, но надо понимать, сможешь ты с ним жить, сможешь ты его принять, потому что ты знаешь, что вот, не знаю, он курит, и тебе, всю жизнь у тебя было негативное отношение к сигаретам, дыму и так далее, вот, а он курит. И вот ты думаешь, ты сможешь это вот, как бы, ты его, пойми, ты его не переделаешь, он так и будет курить. Тогда получается, что, ну мы сейчас подойдём к экстремальным ситуациям, но по поводу стресса, тогда получается, что большая часть стресса это результат каких-то наших действий, наших ошибок. То есть я сам, не подумав, не проанализировав, залезаю в ситуацию, которая, в конце концов, для меня может вот обернуться стрессом. То есть если бы я оценивал то, что вокруг, да, вот, смотрю, кто рядом со мной, смотрю на своего начальника, смотрю, может быть, не знаю, на своих подчинённых, пытаюсь их понять, вот хоть как-то включаю анализатор свой, да, вот, готовность, способность анализировать, я в эту стрессовую ситуацию не попаду. А так я просто бросаюсь с неё, смотрю, стресс, это знаете как, вот ты шёл мимо моря, бросился в море, а, вода. Упрощаю, я понимаю, что упрощаю, но есть в стрессе вот результат не только обстоятельств, а последствия какого-то нашего выбора. Ну, конечно, всё зависит от того, как человек воспринимает, принимает ситуацию, в которую он попал. Это важно. Просто, что касается способности анализировать, тут как бы не уйти в другую крайность, потому что некоторый стресс получается от того, что мы настолько заанализируемся, что в итоге накручим себя. Да. И это вот, то есть, вот, есть люди, перфекционизм, у них перфекционизм, перфекционисты, они всё время просчитывают, они думают всё до мелочей, они продумывают, а что будет, если? Это вот, знаете, хорошо иллюстрирует это народная армянская сказка про мальчика, который, ну, как про мальчика, семья, да, там была, как бы, и они послали, гость пришёл, послали за водой дочь. Она не пришла, это самое, как бы, деду нету. И так все женщины по очереди за ней ходили, чтобы, ну, принеси воды. Я так вкратце. Ну да, сказка обычно длинная. Да, вот. И каждый, она говорила, вот, ты не понимаешь это самое, вот, я пришла к воде, а тут, вот, видишь, это деревце растёт. Вот я стану, я выйду замуж, я рожу сына, он будет играть на этом дереве, упадёт в колюдиц, разобьётся. Ах ты, бедная, несчастная, ой, я несчастная тётка, ой, я несчастная бабушка. Все они по очереди занесутся от роли, как бы, а пока там отец с гостем ждали, ждали, не дождались. Говорят, ну, собственно, а как ты сюда попал? Да вот, я пришёл от своих, вообще путешествую, чтобы понять, есть ли большие дураки, чем мои. Я их нашёл. То есть вот так. Я сейчас это начинаю понимать, просто по личной такой жизни. Супруга говорит, принеси чай. Я пошёл на кухню за чаем, и вижу, что посуда грязная. Я не могу пройти мимо этой посуды. То есть она должна быть чистая. Потом вопрос, а где чай? Почему ты так долго его делал? Я посуду мыл. Подожди, но задача была принести чай, но посуда-то грязная. И от того, что она грязная, вот как-то вот не по себе. То есть это тоже проявление перфекционизма и, соответственно, некий увеличитель стресса. Ты смотришь, что-то не в порядке. Надо вот это, вот это, вот это. А на самом деле не надо. Задача была другая. Да, это тоже как раз этот признак. И когда человек вот заточен на какое-то, на что-то одно, то есть вот заточен на негатив, вот и вот вам не нравится грязная посуда, и вы не можете принять, что она всё-таки иногда бывает грязной. И она может даже до утра грязная в раковине, о ужас, пролежать. И о ужас, да, она будет грязная с утра, но потом её вымывают. Вот понимаете, вот в чём дело. То есть надо будет потом, а надо сейчас. У вас вот в следующий раз, когда вы пойдёте на кухню, вот, если там увидите там грязные чашки, не пугайтесь, что называется. И просто вот тут важно как-то остановить себя. Если вы хотите просто помочь жене, ради бога, но если она вас просит конкретно принести чай, вы сначала принесите чай, а потом уж так и быть, если хотите, идите мойте посуду. То есть выполните сначала то, что вас попросили конкретно. Там ещё есть одна вещь, и мне, как не только журналисту, но и пастору часто об этом рассказывают. Человек жалуется примерно на следующую ситуацию, и она для него ситуация стрессовая, она для него задаёт этот забег, создаёт забег. Он говорит, ну, обычно, правда, женщины это делают, он говорит, я в доме одна обо всём забочусь, никому ничего больше не надо. Кажется, вот мне вообще больше всех надо. Я единственный, кто здесь что-то делает. Нужно то делать, другое делать, третье делать. А муж говорит, ну и что, если оно не будет сделано? Ничего страшного. Как же? Ну, там пыль наверху на шкафу, а там под потолком это. Муж говорит, ну и что? Ну, слушайте, здесь тоже ведь получаются крайности. С одной стороны, перфекционизм, с другой, простите, пофигизм. Вот вторая крайность, она ведь настолько же опасна. То есть это опять вопрос золотой середины. Или когда-то муж может сказать, ну и что? И, в общем, да бог с ней с этой пылью. Ну, если он иногда это говорит, то это, собственно, не крайность. Крайность, если ему абсолютно всё равно, абсолютно на всё, и он в грязи готов как бы жить и вот, не знаю, превратиться вот в того дедушку, про которых говорят в новостях. Знаете, как там много мусора, вот пакеты, да, вот, и ничего не выносит. Как бы это, вот это тогда уже, да, это крайность. А когда человек, ну, убирается, да, ну, в меру, ну, потом, понимаете, та ситуация, которую вы описываете, это скорее вот вопрос к таким людям, да, собственно, а ты, собственно, отдаёшь домашним что-то делать? Вот ты же, скорее всего, их просто в угол, что называется, загоняешь своей гиперактивностью. А если ты сделаешь сейчас только часть, если ты выполнишь то, что зависит именно от тебя, то тогда, ну, тогда, может быть, и муж будет активнее? Как бы, если ты его... Да мужу никогда ничего... Мужу вообще ничего не надо. Я уже увидел, за два года совместной жизни, ему вообще ничего не надо. Если я ничего не буду делать, ничего и не будет. Ну, конечно, ему ничего не надо. И у меня стресс из-за него. У вас? Да, из-за мужа. Женщина говорит, у меня стресс из-за мужа, из-за того, что ему ничего не надо. Собственно говоря, у них разные понимания, в принципе, как должно быть. И если она всё время берёт все образы правления в свои руки, что, в принципе, уже неправильно. Потому что семья – это, в первую очередь, муж и жена. То есть это двое, как минимум, потому что дети уже потом появляются. Тут, когда она говорит, он ничего не делает, а ты ему даёшь что-то делать? Ты же его именно задавила активностью, ты всё время всё делаешь за него. Естественно, он расслабился, он больше ничего не будет делать. И потом, почему ничего не делает, не заботится о доме? Что ты считаешь? То, что уборка – это и есть, собственно, забота о доме. А то, что он, собственно, на кварплату, еду и так далее, он всё-таки зарабатывает. И, собственно, это существует, потому что… Но это просто его обязанность. То есть уборка дома ровно такая же. То есть, как бы, если меру своей ответственности разграничить вот вовремя, то, в принципе, будет гораздо проще, в принципе, воспринимать ситуации, в том числе семейные ситуации. Значит, получается, что отчасти стресс возникает и тогда, когда свои роли, свою ответственность мы понимаем неправильно. Это может быть гипертрофированное, завышенное понимание. Это может быть заниженное понимание. Но опять-таки не только внешние обстоятельства, но и наши внутренние вот эти ситуации. Отношение к этим обстоятельствам, оно может нас в этот самый стресс загонять. Мы вот это вот себе создаём. Как же поставить границу? Ну, вот мы тут семейные ситуации обсуждали, но давайте сейчас о работе. Да, вот это вот граница, когда есть конец квартала, когда есть задача, нужно сдать отчёты, нужно выполнить какую-то работу. К концу квартала всё всегда требуется. Весь офис бегает, весь офис стоит на ушах. И с вас тоже многое спрашивают. Вот Гелюся пишет в Фейсбуке, знакома ли вам такая ситуация, забег? Она говорит, знакома, не знаю, как выбраться. Да, вот забег на работе. Вот и что? Вы же не можете сказать, знаете, что вот у меня до шести, до семи, там, не знаю, рабочий день, и всё, бегать я не буду, потому что будет другой страх, а вдруг меня уволят? Ну, на работе с этим можно справляться. Каким образом? Да, такое бывает, что в конце квартала и день длиннее, сразу становятся рабочие, естественно. И какую-то работу ты, может быть, даже берёшь на дом, что там что-то делаешь, что-то пишет, отчётность вечная, да. Но ты понимаешь, что это ведь не первый такой квартал. Так было всегда, и так, собственно, будет и потом. И всегда вот это, знаете, как вот в ноябре неожиданно выпал, или в конце ноября неожиданно выпал снег. Вот поэтому проблемы на дорогах. Оно всегда неожиданно, да, и что? Вот может, как сделать, чтобы оно ожиданно-то было? Чтобы вот ты всё-таки как-то перешёл из этой привычки списывать всё на неожиданность, всё-таки в готовность что-то по этому поводу делать. Ну, потому что надо готовиться заранее к этому отчёту, например, да. То есть, потому что есть такие отчёты, которые скорее, ну, не за один день заполняются, а постепенно там в таблицу вносишь. Это мы их за один день заполняем, если вовремя не сделали. Да, мы вот так делаем, действительно, бывает. Да, бывает, что вносишь в один день, но, в принципе, если сделать всё вовремя, оно же и будет, в принципе, в порядке, как бы, да, оно будет там, тебе придётся заполнить за сегодня, может быть, там, за вчера, но тебе не придётся заполнять за весь месяц. То есть, если вовремя делать, собственно, это действие, да, этот отчёт, то есть записывать, да, ввести какие-то заметки, да, для того, чтобы потом что-то освежить в памяти для работы. И в конце, собственно, сезона, да, вот когда вот это вот всё начинается, все достаточно на нервах на друг друга реагируют. И вот тут вот, да, вот можно, собственно, я могу сказать, что вот тут как раз саморегуляция очень будет полезна, чтобы люди реагировали друг на друга вот в конце как раз ближе к отчёту более адекватно. То есть, потому что ты понимаешь, что, да, у тебя скоро отчёт, ну, у коллег тоже скоро, этот же отчёт, собственно, то же самое, такая же ситуация. Поэтому, когда ты понимаешь не только про себя, но ты понимаешь, что это вот вы все попали, все в офис, все просто. Мы все попали. Да, вот. Ты понимаешь, что ты такой не один в этой ситуации, и все, собственно, в этой ситуации находятся, поэтому спокойнее относишься, собственно говоря, к какому-то раздражению со стороны коллег. Но умение, когда надо что-то сделать очень оперативно, все на ушах, тут концентрация внимания будет вовремя очень, то есть суметь сконцентрировать внимание. И как свои, собственно, эмоции уже учиться сдерживать, сглаживать, то есть не идти на рожон, не идти на конфликт. Даже если они совершенно неправы, как тебе кажется, все равно не идти на конфликт, ибо он ничего хорошего не принесет. Ну да, они, может, и неправы. Может быть, в том случае, может быть, они абсолютно, там, абсолютно ты прав, а он неправ. Может быть, абсолютно так в твоем понимании. А он сидит и думает то же самое, но только вот про себя, что я прав, он неправ. Поэтому если это касается личных отношений каких-то, то тут вот это лучше промолчать, да, вот стараться не развивать этот конфликт. Если он начинает, а если прав, неправ идёт в плане каких-то рабочих вещей, и понимает человек, что если вот сейчас сделать что-то не так, да, то весь процесс, он может пойти тоже не так. Тогда поговорить стоит, но опять же, без оскорблений, спокойно. Вообще, если кто-то чем-то недоволен, то лучше всего с этим, ну, поговорить между собой, да. То есть те люди, от которых есть какая-то, ну, такая вот агрессия вдруг появившаяся, которая, она появляется именно только вот перед отчётом, например. То есть и... То есть она привыкнуть, вот она просто перед отчётом, вот такая данность, вот всё, вот дождь пошёл. Отчёт наступил, агрессия от этого человека появилась, ну, и вот не обращать на это внимания. Так получается? Да, потому что если ты будешь обращать на это внимание, то тебе же хуже будет. То есть он может быть... И у него, скорее всего, всё будет так же, как было, ему от этого не сладко. Но принимая эту агрессию на себя и реагируя на неё, ты вот именно реагируя, ты её принимаешь. То есть и зачем оно, собственно, тебе? Ты начинаешь о ней думать, ты начинаешь её переживать, её воспринимать. А если этого не делать, то как раз, ну, абстрагироваться. Ну, хорошо, там, ну, он нагрубил. Там перед отчётом он нагрубил, тебе сильно нагрубил. Ну, либо сгладить как конфликт, либо поговорить с ним по-человечески. А не... Ну, и вообще подумать, что, в принципе, он сейчас в абсолютно такой же ситуации. Просто раз ты спокойнее, значит, ты сильнее, по большому счёту. Мне очень понравилось вот это ваше наблюдение. Если человек на тебя сорвался, нарычал, накричал, возможно, ему самому от этого не сладко. Могу это подтвердить. Когда на тебя накричали, ты об этом не думаешь. Ты думаешь только о себе. О другом как-то вот не хватает силы подумать. Когда ты сам накричал, да, тебе действительно-действительно не сладко. И, в общем, есть смысл просто, ну, ставить себя на место этого другого человека. Тогда легче будет. Друзья, мы ответим сейчас на вопросы. Тут в Фейсбуке пишут. Сергей интересный вопрос прислал. Ответим буквально через пару минут. Напомню, что у нас сегодня Ирина Григорьева, практикующий психолог. Мы говорим о стрессе, мы говорим об экстремальных... Поговорим, мы ещё не дошли до них. Об экстремальных ситуациях сделаем коротенький перерыв здесь, в нашей уютной радиогостиной. Радиогостинная. Наши двери открыты для всех. Мы постепенно подходим к экстремальным ситуациям и с фронта рабочего переходим на фронт личный. Делаем мы это через вопрос Сергея. А что правильнее, когда дело касается близких? Быть невозмутимым или переживать за них? Ну вот, чтобы было понятно слушателям, личные отношения, допустим, выясняется, что кто-то заболел, заболел серьёзно. И бывает такое, даже если это не озвучивается, говорят какому-кому-то слишком спокойному человеку, те, что всё равно, почему ты не переживаешь, когда человек болеет. Другой переживает слишком много, но переживает и суетится. Переживает и переживает, но помочь не может. Вот как быть? Действительно, это излишнее спокойствие? Оно плохо. Это излишнее переживание? Оно тоже плохо. Или, извините за выражение, забить на всё это? И как сердце подскажет? Где-то быть спокойным, где-то переживать. Хороший вопрос. А человек, если вот такая ситуация, когда болеет родственник, да, в семье, то, конечно, переживают, если ты реально родственник, конечно, переживают всей семьёй. Но одни переживают молча и в себе, другие переживают на всю квартиру. Вот. И тут ещё неизвестно, кому сложнее это переживается. Там, кто держит это в семье или тот, кто это выплёскивает на всех остальных. Просто тут интроверт, который человек такой в футляре, да, или экстраверт, который очень общительный, и ему это вот необходимо, подпитка извне такая яркая. Вот. Поэтому если человеку действительно, ну, как-то более-менее спокойно действительно воспринимается, то, что у него родственник болеет, то у него больше шансов ему помочь реально. То есть потому что человек, который в истерике бьётся, ему самому нужна помощь. А человек, который в здравом уме и трезвой памяти, он может сказать, так, спокойно звоним врачу, едем сдавать анализы, едем на реабилитацию туда-то, 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 едем к другому врачу и так далее. И он часто оказывается таким двигателем прогресса в этой ситуации. То есть, ну, в любой серьёзной ситуации, когда паника, важно, чтобы был кто-то, кто бы сказал так спокойно, вот план действий, первое, второе, третье, взяли и поехали. И действительно часто наиболее спокойный человек вот этим центром и оказывается. Я правильно вас услышал? Да. А как с другим тогда быть? Мы это видим, у подростков мы это видим, у современных подростков зачастую, между прочим. Такое, опять-таки, как будто пофигистское отношение. А, ну и что? А, болеет, ну и ничего страшного, наверное, выздоровеет. Причём это ведь не только у современных, это всегда и раньше тоже было. Человек ещё не понимает, человек ещё не въезжает. И вот, ну, просто потому что он ещё жизни не видел, он вот этого не испытал. Можно ли, я не знаю, в экстренном порядке научить сочувствию? В экстренном порядке научить сочувствию довольно сложно. То есть специально ты не научишь в экстренном порядке. В экстренном порядке может научить только, пожалуй, Бога и жизнь. Вот это вот туда. Да, вот, как вот в шарах, и всё, и, а, всё, понял. То есть такое только с его участием, возможно. Вот, а если человек, ну, вот такой вот подросток, и вот он так всё воспринимает, скорее всего, у него либо с этим конкретным человеком, с этим членом семьи какие-то отношения, которые зашли в тупик, и он просто, либо он так отгораживается, потому что он переживает, вероятно, сильно переживает за этого родственника, но чтобы не казаться истеричкой, что называется, он будет вот так вот загораживаться. Вот, и бороться с самим собой в том плане, чтобы быть спокойнее. То есть ещё раз, внешнее спокойствие может быть маской? Да, может. А как понять, маска есть или нет? Или тут психолог нужен? Ну да, тут нужен психолог. Вот, и чаще всего бывает такое, что люди, которые, казалось бы, вот они такие сильные, это паровоз вообще всё везёт на себе в какой-то экстренной ситуации, и благодаря ему он как бы многим помог таким образом, но ему тоже нужна помощь. Не стоит, как просто, чаще всего бывает вот этот вот пофигизм, про который вы говорили, как раз не по отношению к родственнику, который болеет, а по отношению к родственнику, который паровоз и помогает. Потому что, а, да что ты, он сам разберётся. Сам разберётся, конечно, он же самый умный, самый смелый, самый стойкий, и вообще ему всё по боку проходит. А на самом деле он оказывается в таком социальном положении, в котором помощь, ну, как бы не оказывается, даже не догадывается никто о том, что в принципе ему помощь нужна. Считают, что ему ничего не надо, а вот этому вот, бедной жертвой, вот ему вот нужна помощь. А сильные к психологам не ходят? Вот сильные на них сами справляются? Сильным, и как раз вот этим сильным больше всего психологи-то и нужны. Потому что слабому, который изначально слабый, и вот он это и не скрывает, он сам с собой конгруентен, он сам с собой честен, он говорит, да, я слабый. И ему, в принципе, помощь извне поступает. Ему поступает это сочувствие людей, ему поступает это какая-то доброжелательность, отношения, какая-то, может быть, помощь там, если необходимо, гуманитарная, да, гуманитарного плана, там, вещи какие-то, что-то ещё. А человек, который сильный, по крайней мере, с виду сильный, ему тоже нужна помощь. Но он же, тут сложность в том, что он ещё, он же тоже считает, что он гордый, он сильный, к психологу не пойдёт. Да, конечно. И вот когда он так вот думает, пока у него полностью, вот знаете, крыша не съедет, вот он, пока ему совсем не прижмёт, он не пойдёт к психологу. Но если он сейчас не пойдёт к психологу, он, правда, может до психиатра дойти. То есть вот тут важно понимать, что любая помощь, в том числе психологическая, хороша вовремя и должна оказываться вовремя. И когда ты доходишь, накапливаешь, накапливаешь, накапливаешь что-либо, то оказать помощь будет дольше, сложнее и дороже. Потому что если, не знаю, годами зубы не чистить, то что будет с зубами, представляем, да, и, соответственно, визит к стоматологу, он рано или поздно всё равно будет, и он будет дороже и дольше, и долго тебе придётся к нему ходить. От стресса подходим к экстремальной ситуации. Одна моя знакомая после взрывов в метро говорила, я боюсь, я панически боюсь, я не могу ездить в метро. На рациональном уровне я знаю, что, скорее всего, со мной ничего не случится. Но рациональное и эмоциональное как-то не состыковываются. Это частая проблема или психоз, не знаю, одного конкретного человека? Это не психоз, во-первых. Во-вторых, это, да, частое явление. Это не то, чтобы оно прямо на каждом шагу, но это посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР. И с этим можно бороться. Это исправляется, это, что называется, лечится. Для этого не нужны какие-то препараты, для этого достаточно именно помощи психолога, как кризисного, экстремального, да, вот вполне будет достаточно. Но для этого надо ходить, в зависимости от того, насколько глубоко всё это закопано, да, соответственно, некоторое количество раз с регулярностью, не пропускать эти занятия. И это вполне, это реально, это нормально лечится, это нормально исправляется. Человек боится того, чего никогда не будет и никогда не было, в отличие от взрывов в метро. Человек боится, что его уволят с работы. Начальник манипулирует и добавляет масла в огонь. Будешь плохо работать, уволен. Начальник не собирается его увольнять, но он знает эту кнопку. Эту кнопку отключить можно. Это из той же истории, из той же серии, что и предыдущий пример. Перестать бояться вот неких нереальных или малореальных событий. Да, конечно, кнопку эту можно отключить. И тут всё гораздо проще в этом плане, потому что когда происходит что-то, «А, он же меня убьёт». Ну да. Вот тогда подумай, собственно, ага, убьёт. А конкретнее, что он тебе сделает? Он же тебя не зарежет, не знаю, не задушит. А что конкретно? То есть как он меня убьёт? Ну как бы да, вот что это в твоём понимании? Что это самое? Что он тебе сделает-то? Что в твоём понимании? Он меня убьёт. Ну он будет на меня орать. Он там это сделает. И начинает перечислять. Но убьёт и будет орать, это уже разные вещи. А мы к этому переживём. Вот, в том-то и дело. Видите? И когда подводишь человека к тому, что в принципе никто тебя не убьёт, что ты как бы то, что он будет на тебя орать, и может быть даже скажет что-то матом, этим он тебя не убьёт. То есть и ну скажет, хорошо, ну вот, ну мне же так неприятно, а мне же стыдно, это же он по делу сказал. То есть, ну это, да, это же не он тебя убьёт, это тебе совесть твоя будет есть. А собственно, ну хорошо, а дальше тогда? То есть и ты дальше копаешь, копаешь, вот именно наводишь человека на то, что ничего такого сверх критичного в жизни от того, что, не знаю, встреча там, опоздаешь, не состоится там, что даже если тебя уволят, ну хорошо, представь, тебя уволят, что тогда? Ну я же останусь без работы. Окей, а ты когда остаёшься без работы, что ты делаешь? Ну надо искать другую работу. Ну ты же её найдёшь? Ну найду. Ну а как ты будешь искать? Ну я, наверное, ну на суперджобе, там ещё где-то, там не знаю. Это уже план. Да, и человек понимает, что ему делать, ну как бы, что бы ни случилось, это самое, всё нормально. Ты знаете, как у нас преподаватель на факультете, собственно, он очень любил говорить, да, что в принципе всё чепуха, как бы кроме пчёл. Но если, но по большому счёту и пчёлы тоже чепуха, как бы его можно пережить. Он всё время Винни-Пуха цитировал. Ирина Григорьева, психолог, сегодня с нами не поговорили о настоящих экстремальных ситуациях. Значит, ещё встретимся. Ирина, спасибо огромное. До здоровья. И благословений всем. Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Всего доброго, пока.